Здравствуйте! В эфире совместный проект канала МБС и агентства Инфомаркет в теме. Вопросы объединения банка Диэкономии и Унибанка сейчас полностью находятся в руках регулятора. После появления в прессе информации о слиянии, Национальный банк вышел с заявлением, в котором подтвердил, что Банк Диэкономии действительно обратился за разрешением приобрести 100% акций Унибанка. При этом Национальный банк подчеркивает, что речь идет не о слиянии и что после сделки, если она будет одобрена, эти два банка будут продолжать работать как два самостоятельных финансовых учреждения. Из сообщения Нацбанка. Если банк приобретет 100% уставного капитала другого банка после получения предварительного разрешения от НБМ, оба банка продолжат работать как два отдельных банка, имея собственное руководство и индивидуальные обязательства по соблюдению законодательства Молдовы и нормативных актов Нацбанка. В то же время Нацбанк отмечает, что если сделка состоится в форме запрошенной Банкой Диэкономии, потенциальная банковская группа, сформированная Банкой Диэкономии и Унибанком, будет обязана предоставлять консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 июня и 31 декабря каждого года в соответствии с нормативными правовыми актами Нацбанка. То есть это должно облегчить понимание Нацбанков рисков всей банковской группы. Интересно, что по поводу создания этой группы высказался и премьер-министр Молдова, который в интервью одному телеканалу заявил, что правительство может заблокировать эту сделку, если проводимый сейчас Нацбанком анализ последствий будет негативным. Глава Кабмина сказал, что правительство высказит свою точку зрения по вопросу приобретения банков Диэкономии 100% уставного капитала Унибанка после того, когда станет известна точка зрения Нацбанка. Если его анализ будет негативным, мы заблокируем решение, отмечает Юрила Лянко. Правда, если анализ Нацбанка будет негативным, то вмешательство правительства в общем-то и не понадобится, разве что на уровне голосования принадлежащими государству акциями в Банк Диэкономии, а это, напомним, 33,33%. После недавнего принятия поправок в действующее законодательство у Нацбанка теперь есть достаточно инструментов и рычагов для реализации его политик, а каких-то ухудшений в банковском секторе или причин для обеспокоенности нет. Цитата из того же заявления главы правительства. Конечно же, банковский сектор – это кровеносная система экономики, и к ней всегда было повышенное внимание и беспокойство. Да и число банков в нашей стране с момента провозглашения Молдовой независимости в разное время доходило до двух десятков. Давайте вспомним, кто когда-то работал на нашем рынке, но по тем или иным причинам был ликвидирован. Вот они в алфавитном порядке. Банк Басарабия, Банка Синд, Бизнесбанк, Банка Турка Румыны, БИИД, Молдова-Болгария, Капиталбанк, ICB Молдова – это греческий банк, Банк Гинея, Инвестприватбанк, Интрепринсбанк, Агусбанк, Банк Виэс. Из всех этих банков только греческому АСБ Молдовы удалось достойно уйти с рынка. Его в 1999 году цивилизованно поглотил Финкомбанк. И это был первый и пока единственный случай на нашем рынке объединения двух коммерческих банков. Была еще попытка в 2001-2002 годах объединить Бизнесбанк и Петробанк, но их акционеры до конца договориться так и не смогли. И в итоге второй был переименован в Еврокредитбанк, а первый через некоторое время пошел на ликвидацию. В то время как с начала 90-х годов прошлого века и до последнего времени некоторые международные эксперты утверждали, что для масштабов Молдовы достаточно иметь 5-6 крупных банков, их оппоненты считали, что число банков со временем определит рынок. Постоянное повышение со стороны АСБ требований к нормативному капиталу было одним из отсеивающих факторов. И как следствие всем было понятно, что страну ждет консолидация банковской системы. После ряда ликвидаций второго в Молдавской в истории объединения банков пришлось ждать 15 лет. Немного истории. Банк за экономией – это бывший сберегательный банк Молдова, отделение Сбербанка СССР в Молдавской Советской Республике. После объявления Молдовой независимости он был переименован. Фактически это лишь перевод названия на государственный язык. В середине 90-х годов группа предпринимателей взяла в этом банке кредит и на кредитные деньги приобрела крупный пакет акций этого же банка, став тем самым его владельцем. Сделка тогда была осуществлена в соответствии с действиями, вовсе на тот момент законодательством. Но вскоре государство решило вернуть банк под свой контроль, для чего было принято решение переоценить активы банка в соответствии с рыночной стоимостью. Вследствие этого государство увеличило свою долю до контрольного пакета в 56,13%. То есть сначала упустили, а затем исправили. Правда, с существенной потерей доли, но все-таки с сохранением контроля. Так в банке за экономией появились частные акционеры. В новейшей истории банка за экономией были и взлеты, и падения. В отличие от частных коммерческих банков, это финансовое учреждение было подвержено политическому влиянию. И каждое новое правительство присматривалось к крупному ликвидному государственному активу. Даже была назначена международная оценка банка с целью возможной последующей его приватизации. Этого, в частности, требовали международные финансовые организации. К банку проявляли интересы именитые европейские финансовые структуры, но до самой приватизации дело так и не дошло. Весной прошлого года из-за плохого качества кредитного портфеля показатель нормативного капитала банка был ниже 200 миллионов леев. И это после того, как к нему присоединили активы ликвидированного тогда Инвестприватбанка. Это был недостаточный капитал, что являлось поводом для регулятора запретить банку до исправления ситуации, как минимум, работы с физическими лицами. Президент Нацбанка Дарин Драгуцанов заявил тогда, что нормативные акты дают право, но не обязывают. А Банк Диэкономии – это системообразующие финансовые учреждения, поэтому Нацбанк не торопился, давая возможность руководству и акционерам банка оздоровить ситуацию внутри. Через решение парламента частным акционерам Банка Диэкономии было разрешено провести дополнительную эмиссию для увеличения капитала. Но у государства денег нет участвовать в этой эмиссии, в результате чего доля его снизилась до 33-33 сотых. Однако к новым собственникам были предъявлены требования, обязывающих капитализировать банк, то есть помимо эмиссии. Но об этом мы поговорим в рамках одной из следующих передач. О том, что государство сохраняет свою долю в Банк Диэкономии при покупке Унибанка, на специально созданном брифинге также заявил и председатель Совета Банка Диэкономии Илон Шор. Более того, стоимость акций Банка Диэкономии как владельца Унибанка значительно увеличивается. Мы сделали предварительный подсчет по величине совокупного нормативного капитала, хотя стоимость Банка считается значительно более сложным способом. Итак, год назад, до того, как Банк Диэкономии был капитализирован, по данным на 1 августа 2013 года, его СНК составлял 200 миллионов 200 тысяч, где государству принадлежало 56,13% акций, что в денежном выражении составляло 112,4 миллиона леев. В августе прошлого года была осуществлена дополнительная эмиссия, которая увеличила СНК Банка до 384,5 миллионов леев уже на 1 октября 2013 года, но снизила долю государства до 33,33%. В результате присоединения Унибанка к Банке Диэкономии, подчеркну, если бы объединение произошло сейчас, объединенный совокупный капитал двух банков составил бы 833 миллиона леев, при том, что государство сохраняет свою долю в треть. То есть в денежном выражении эта доля увеличивалась до 277,5 миллионов леев. Спустя год, таким образом, после нашумевшей дополнительной эмиссии, стоимость акций государства по нашему грубому подсчету почти в 2,5 раза больше, чем перед прошлогодней эмиссией. Унибанк, как это может показаться некоторым, совсем не маленькое финансовое учреждение. В этой таблице банки выстроены по величине активов. Унибанк по этому показателю занимает пятое место, Банк Диэкономии четвертое. Также унибанк по величине ликвидных активов занимает пятое место, а Банк Диэкономии второе. Пятый унибанк по величине привлеченных депозитов, Банк Диэкономии третий. И четвертый унибанк по объему кредитования, а Банк Диэкономии здесь седьмой. У Банка Диэкономии пока еще не очень хорош показатель качества кредитов. Но это результат кризиса, в котором он оказался. Хотя в последний год, согласно отчетности, если ей верить, показатель качества с каждым месяцем улучшается. Если бы объединение произошло сейчас, то у объединенного банка многие основные показатели будут номер один в банковской системе. Давайте посмотрим. Активы 18,7 миллиардов. Ликвидные активы 8,2 миллиарда. Объем депозитов 15,5 миллиардов. Объем кредитов 6,5 миллиардов. Четвертая позиция СНК 83 миллиарда. У Банка Диэкономии сегодня 576 подразделений по всей стране, больше, чем в любом другом банке сотрудников. После объединения он и по финансовым показателям стал бы крупнейшим частным финансовым учреждением Молдова. А по некоторым показателям занимал бы до четверти всего банковского рынка. История Унибанка не менее интересна. Он был основан в 93 году в городе Ханчеште. В 97-м 100% акций банка приобрела компанию Local Europa. В 98-м головной офис переезжает в Кишинев. Далее классическое развитие, расширение сети, предоставление новых услуг. В 12-м году 100% акций было разбито на 21 пакет размером менее 5%, которые были проданы 21 акционеру, резидентам и нерезидентам. То есть у каждого нового акционера на руках оказался пакет, размер которого не превышает 5%. Это был тогда тот уровень, с которого для покупки акций надо было получать разрешение Нацбанка. И вот на этом этапе у Нацбанка и Международных финансовых учреждений возник вопрос к транспарентности состава акционеров Унибанка. Кстати, уже покидая брифинг, председатель Совета Банка для экономии Илон Шор получил вопрос, правда ли, что главным акционером Унибанка является Илон Шор? На что сам Илон Шор ответил, нет, неправда. Вот и получается, что если сделка состоится, то пакет Унибанка из-за раздробленного снова может быть собран воедино. И вопросов о том, кто на самом деле акционер, уже не возникает. Вопрос лишь в том, откуда у Банка для экономии, еще год назад испытывавшего финансовые проблемы, есть деньги для покупки 100% акций другого банка, не самого последнего в стране. Илон Шор по этому поводу заявил. Безусловно, у Бема собственных средств достаточно для того, чтобы развести эту сделку. А вот про стоимость сделки было сказано, что она определится на фондовой бирже. Сколько же может стоить Унибанк, если, конечно, он не покупается самого у себя? Шутка. По увеличению совокупного нормативного капитала это 16 миллионов евро. Кстати, когда 17 августа 2012 года 100% акций Унибанка были раздроблены и проданы через фондовую биржу пакетами до 5%, всего 21 пакет, стоимость всех сделок совокупно составила 231 миллион 111 тысяч леев. По тому курсу это было 15 миллионов 125 тысяч евро. Я считаю, что когда речь идет о приобретении более крупного пакета, а в данном случае 100%, то стоимость сделки будет однозначно выше. Единственной причиной покупки Унибанка Илон Шор назвал реализацию задач, поставленных акционерами перед Советом Банка для экономии по расширению банковского бизнеса и увеличению доли банка на рынке. Данная сделка для нас является очень серьезным проектом, потому что мы, как и говорили на предыдущей пресс-конференции, ставим перед собой задачу стать банком номер один по активам и по всем остальным показателям. Сегодня, как вы знаете, БИМ является самым большим банком в Молдове по своей сети филиальной и по количеству людей, работающих в банке. Поэтому, безусловно, на сегодняшний день у нас перед нами стоит, как перед Советом, одна задача – сделать все, чтобы увеличился банк, чтобы увеличились активы, чтобы увеличилась наша доля рынка. Такая сделка в Молдове такого масштаба будет произведена первый раз. И, на наш взгляд, это является точкой отчета, укрупнения и начала расширения доли рынка Банка для экономии на территории Республики Молдова. В этом его заявлении кто-то уже рассмотрел намек на то, что следующим этапом может стать присоединение к этой банковской группе другого финансового учреждения – Банка Сычала. В прессе об этом писалось неоднократно. Говоря о предстоящей сделке, Илон Шор также подчеркнул, что подобные соглашения давно практикуются во всем мире. Они приводят к укропнению, к увеличению стоимости акций, улучшению ситуации в целом, так как объединяются два организма, у каждого из которых есть свои плюсы. И самое главное, председатель Совета Банка за экономию Илон Шор выразил надежду, что эта новость будет воспринята положительно. Ну, тяжело представить себе, когда отрицательно воспринимают новость о развитии. А в данном случае это развитие. Подразумевается, что в консолидированном банке объединяются управления с сокращением затрат, расширяется и оптимизируется банковская сеть. Зачем, например, в небольшом населенном пункте содержать два филиала или агентства. Происходит обмен технологиями. Унибанк в прошлом году запустил впервые в Молдове бесконтактные карты Мастеркард. И много еще других преимуществ дает объединение двух банков, особенно если у них одни и те же владельцы. Но во всем этом очень бы хотелось, чтобы у Нацбанка и международных финансовых организаций, которые твердят о непрозрачности акционеров многих банков, вопросы в конечном итоге были сняты. Тогда и более дешевые, чем на внутреннем рынке международные ресурсы не заставить себя ждать. И все на пользу к развитию. Банковские системы, банковским клиентам, банковским акционерам. Сегодня все в ожидании, что скажет Нацбанк. А он, согласно заявлению президента, пока не приступил к предметному изучению заявки. Считаю, что предоставленный пакет от банка The Economy является неполным. Нацбанком запрошена дополнительная информация, и после ее получения начнется 60-дневный срок, в течение которого регулятор должен дать свое заключение. И мы обязательно продолжим эту тему в одной из следующих передач. Это была программа в теме. Совместный проект канала MBC и агентства Infomarket. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин